Друзья, привет, меня зовут Наталья, это школа графического дизайна. Сегодня мы с вами создадим бренд-лист мастера маникюра. Что такое бренд-лист, я надеюсь вы урок посмотрели. И также два урока, надеюсь, просмотрены по созданию вот этих двух конструкций. Мы начнем с этого логотипа, для удобства работы я его копирую на отдельную страницу, вернее в отдельный файл. И повторюсь, что бренд-лист может быть совершенно любого формата, лишь бы ручки-ножки готовые, с маникюром-педикюром вошли туда. Поэтому я, наверное, заготовлю стандартный а третий лист. Можно даже, я думаю, что а четвертый вполне обойтись. И, как я проговаривала в том уроке, лучше бренд-лист сделать в черно-белом варианте, чтобы не отвлекаться от дизайна ногтей, поэтому я сейчас вам покажу два способа, как преобразовать цветное изображение в черно-белое. Для этого я копирую. В первом случае я хочу сделать его, вот эту подложку круглую с цветами, растровую, а во втором случае я буду перекрашивать. Поэтому в том варианте, где растровая будет картиночка, все равно я оставлю в векторе наши надписи. Смотрите, друзья, мы идем в растровое изображение. Для этого предварительно мы должны с вами выбрать оранку, вот эту из цветов, этот венок. Растровое изображение преобразовать в растровое изображение. 300dp оставьте, это очень хорошее качество достаточно. И здесь оттенки серого. Прозрачный фон можно оставить, сглаживание тоже, окей. Вот у нас что получилось. Вот это дело возвращаем на место. Я веду с control, с shift можно сразу выровнять по центру, как это было. Вот это разгруппировать, наверное, сделаем слова белым или может быть каким-то серым, тут уже подбирайте. То есть вот эта картинка заготовленная в черно-белом. Возможно, она не очень контрастная. Хотя, может быть, тут и не нужны слишком сильные контрасты. Сейчас другой вариант. Посмотрим, если он получится контрастным, то сделаем его в черно-белом цвете. Смотрите, что я вам сейчас предлагаю. Мы идем в правка, поиски замена, заменить объекты. И теперь мы должны методом подбора заменить все цветные цвета на градации серого. Первая вкладка заменить цвет дальше. Вот здесь в выпадающем меню в палитре берем пипеточку, заменяем весь белый на какой-то сероватый, потому что, наверное, если черный будет белым, то это будет очень контрастно. Давайте какой-то серый, допустим, вот 70% серого. Готово. Заменить все. То есть он пробегает по всем объектам белым и заменяет на тот цвет, который мы указали. Закрываем снова. Готово. Правка. Поиски замены, заменить объекты. И следующий поиск мы давайте, допустим, заменим все вот эти вот темно-желтые на 90% серого. Готово. Заменить все. Вот он тоже пробежал, заменил. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, по цветам у нас поиск закончился. Давайте все-таки, наверное, вот эту конструкцию сделаем поярче, беленьким. Вот что у нас получилось. Еще раз повторюсь, пусть лучше будет не контрастно. Поэтому выбирайте способ, какой удобнее. Этот получился более бледный, этот более темный. Но я рекомендую все-таки для производства бренд листа оставить вариант векторе. Так, я пока что это выброшу. Теперь мы с вами лист от речи уже установили. Нам теперь нужно просчитать, продублировать, сколько раз нам этот круг должен повториться в нашем листе. Два раза щелкаю на прямоугольнике у нас появляется поле, наверное, более светлым, и уберем вот эту сейчас голубоватую подложку. Давайте будем дублировать. Я думаю, что размер большой нам здесь не нужен. Пусть он продублируется несколько раз. У нас размер получился 55, то есть он, ну, по сути, высота равна ширине, абсолютно. Зажимаю здесь замочек, давайте для ровного счета поставим 60. Выставим где-то это в уголочке, вот здесь, и начинаем дублировать на нашем поле листа. Выбираем объект, идем объект, преобразование положения, и сейчас нам надо просчитать, то есть мы должны первый ряд продублировать по горизонтали. Знаем, что ширина у нас 60, то есть сколько здесь нужно между? Ну, давайте оставим, наверное, 30 и плюс 60, то есть поставить 90. Вот оно продублировалось. Дальше нужно со смещением вот сюда, наверное, вот эти медальончики поставить. То есть я выбираю этот объект, оставляю уже не 90, а 45, здесь ставлю минус 45, пока копии одно поставим, применить. Если покажется мало, возвращаем, и может быть не минус 45 и минус, давайте поставим 60. Применить, посмотрим, что получится. Я думаю, вполне достаточно. То есть помним, что здесь у нас рядочек можем продублировать. Здесь уже ставим 0, здесь ставим 90. Копии 4, применить. Друзья мои, можно методом преобразования заполнять весь лист вот этими знаками. А можно сделать немножко проще. Я сейчас сгруппирую вот эти одну линию и другую линию, выбираю все вместе и веду с контуром ровно вниз. Пока что на глаз ставим плюс и еще рядочек здесь плюс. Что сейчас предлагаю вам сделать, чтобы вошли вот эти. Немножечко поднимаю. У нас они продублированы линиями и мы сейчас выбираем все вместе. Единственное, что не нужно захватывать прямоугольник, подложку. Взяли вместе, идем выровнять и распределить и выравниваем расстояние между объектами. Вот что у нас получилось, то есть расстояние вот это в принципе одинаковое, а на самом деле вот это я думаю, что лишнее, да, тоже разгруппировать и выбросить. Дальше смотрите, можно между вот этими медальонами разместить группу ВКонтакте, можно оставить так как есть. А можно вариант сделать следующий, то есть мы выбираем это все вместе, идем эффекты, пауэрклип поместить во фрейм, ставим правая клавиша, редактировать и нужно поставить все это вместе взятое по центру. Буква П ставить ровно по центру, правой клавишей завершить редактирование. Обязательно файл сохраните, потому что он уже достаточно тяжелый, чтобы у нас... Ну в принципе, если на приближение, то достаточно это все будет крупно, поэтому можно здесь поставить группу ВКонтакте. На самом деле, если урок посмотрели по брендли 100, то вариантов очень много. Можно сделать прозрачную вот эту подложку, здесь сделать какой-то один большой вот этот медальон. Поэтому фантазии бесконечно, уроков будет несколько по созданию брендлистов. Поэтому, если урок был вам полезен, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что впереди много нового интересного. С вами была Наталья из Школы графического дизайна. Пока-пока!